Всем привет! Мы находимся в DJ-студии Pioneer. И сегодня у нас в гостях артист Global Dance, артист Craft Production Иван Стелл. Всем привет! Вань, давай немножко, прежде чем перейдем к техническим вопросам, немножко о себе. О себе в аспекте чего? Ну, меня всегда ставят в ступор такие вопросы о себе, потому что все, что обо мне есть, все можно почитать в интернете. Я играю вот два дня назад было 18 лет, с тех пор, как я первый раз начал играть в настоящем клубе, с настоящей публикой. Такой совершеннолетие диджейской карьеры случилось. Музыку начал писать еще раньше, в 96-м году, 20 лет назад. И, ну, собственно, и все. Но все остальное все знают. Все знают ремиксы, которые выходили, треки, которые заходили на радио и так далее. Ну, хорошо. Давай тогда все-таки к нашей теме. Сейчас рынок наводнен контроллерами, простыми, легкими и красивыми предметами для игры. Как ты к ним относишься? Приходилось ли играть в них? Да, приходилось. У меня было несколько лет работы с контроллером. В тот момент, когда проигрыватели с флешками еще не получили должного распространения. Не выпускали еще дешевых моделей, которые могут себе позволить все ставить. И поэтому, да, я работал с контроллером. Я не любитель игры с ноутбука. Не потому что, как все это раньше называли, резиновая женщина и так далее. Просто я считаю, что это, когда все стало легче и проще, таскать с собой вот этот вот весь хлам, не пойми ради чего, я не вижу смысла. Контроллеры, как я их себе вижу, они хороши для обучения. То есть вот, например, вместо того, чтобы покупать ребенку, вот он хочет попробовать стать диджеем, покупать ему два проигрывателя, пульт, там еще что-то. Ему можно купить ноутбук, у него в любом случае есть какой-то компьютер. И контроллер. Попробовал, не понравилось, хорошо. Понравилось, что тоже двигается дальше. Либо контроллеры, какие-нибудь ланчпады и так далее для музыкантов. То есть, например, как вот у нас есть Астера, да, они делают лайв-шоу. Но это немножко другого вида контроллера, это не диджейские контроллеры. Еще я знаю, что есть такой разряд диджеев, которые играют на свадьбах, корпоративах, банкетах. Они всегда выезжают неизвестно куда, там каждый день кот в мешке. Поэтому им, конечно, то, что у них все с собой, знакомый им аппарат, устраивающий их уровня качества, это в общем тоже. Но для клубного диджея, честно говоря, я не знаю, зачем это все нужно. Мир дождался вторых Нексусов. Ну, я еще не дождался. То есть, ты еще... Да, я их посмотрел, я с удовольствием посмотрел промо-видео, я почитал все описание, я понял, что мне в них нравится, но я их еще не дождался. Поэтому, как минимум, мир минус один. Хорошо, тогда твое любимое оборудование и, наверное, почему? Ну, первые Нексусы, потому что я еще не видел вторых. У них самое главное их киллер, киллер фича прямо, это вот, это какая-то магия, это их алгоритм тайм-стретчинга. Тайм-стретчинг это, в принципе, такой очень сложный процесс. Это, если кто не знает, это изменение скорости с сохранением тональности. Для меня, как для музыканта, это очень важно. Так вот, тайм-стретчинг в первых Нексусах у них настолько шикарный алгоритм, что я даже часто использую их в студийной работе, когда мне нужно изменить скорость вокала, не меняя его тональности. Я это стараюсь сделать на Нексусах, а не в каких-то там студийных программах. Потому что ни одного плагина, ни одной цифровой рабочей станции с таким качеством тайм-стретчинга я еще не видел. Это не потому, что я рекламирую Пионер, это действительно так и есть. И очень многие люди, кому приходится с ним сталкиваться, они тоже говорят, что Нексус в этом плане не имеют конкурентов. Ну и, конечно, интерфейсное решение. Там есть все, что можно было сделать на тот момент, скажем. Может быть, не совсем все, что нужно, но все, что можно было сделать. И вот эти мелочи, к ним привыкаешь, и даже забываешь, что они там есть, и ты понимаешь, когда играешь на чем-то другом, что вот это вот есть у Нексус, а вот этого нет. Ну, я сейчас немножко поиграю в блондинку. Следующий вопрос у меня. Играл ли ты когда-нибудь на сотках? Лично для меня, что такое сотки? Я не знаю, что такое сотки. Я тебе больше скажу. Я даже играл когда-то на кассетных деках с таким маленьким крутилкой питч-контором. А, до этого, собственно говоря, мы перепаивали сами магнитофоны, ставили туда схемы, чтобы менять скорость сотки. Это сотки и пионеры. Они появились, наверное, либо в конце 90-х, либо в начале 2000-х. Это вот, когда еще не было контроллеров, это вот такая модель для спальни ребенка. Ну, на большее она не годится, лично на мой взгляд. Но поскольку у нас, а может быть и не только у нас, люди очень любят вбухать несколько миллионов строительства в клубе, а потом начать лишние 5-10 тысяч экономик на звуке и аппаратуре, то все их очень любили ставить на сотки, чтобы ты понимал. Вот у нас была такая автопати СССР, кто-то может помнит. Там диджей был на балконе, прямо под потолком, и на потолке висела красная лампочка. И вот эта красная лампочка, она светила в сотку, и где-то раз в 30 минут аппарат нагревался и переставал играть. Поэтому нужно было выключить лампочку и полчаса играть в киноте, где-то минут 40, чтобы он остыл, потом включил и опять поиграл полчаса со светом. Вот это вот качество сотки. Но она и не рассчитана на клубы. Это модель, чисто вот такая развлекуха на даче. Но при этом все на ней работают. Ну, потому что у нас как смотрят, допустим, среднестатистические хозяева или управляющие клуба, так вот в ножах я понимаю, в тарелках я шарю, стаканы нам нужны дорогие и унитаз красивый. А это вот пионер, пионер. Диски играет, играет. Ну вот там возьмем из этой верхней строчки самые дешевые и все. Ван, используешь ли ты рекордбокс? Конечно. Я, в принципе, считаю, что это, наверное, половина, половина всей истории с игрой на флешках – это рекордбокс. Потому что, ну, допустим, трактор – это тот софт, в котором ты готовишь музыку и плейлисты, и из него же играешь. То есть там такая вещь в себе. А с флешкой ты приходишь, у тебя нет аппарата сами проигрывать, они, конечно, не могут того, что может на углу. Хотя я не понимаю, честно говоря, почему. Потому что там такое железо стоит, что они могут еще и больше. И вот эта вот подготовка плейлистов, точек, там, различных лупоинтов, когда у тебя трек играет, и там Геннадо автоматически входит в луп – это очень сильно помогает. Особенно если играть музыку не совсем стандартную. Вот я помню, когда два года был связан с лаунжем, с этнической музыкой. Там бывает нужно выловить два удара, загнать их в луп, и вот только это единственный вариант – выйти из трека. И вот эти автоматические все вещи… Ну, рекордбокс – это прям 50, если не больше процентов успеха всей этой флешечной истории, на мой взгляд. А загнать куда? В кольцо. Что за кольцо? Ну, допустим, вот есть трек «10 минут». Десять минут его играть не надо, от него нужно две с половиной. Но из него нужно как-то красиво выйти. И если он очень музыкально насыщенный, то это сделать сложно. Там буквально вылавливаешь какой-нибудь кусочек, где он менее насыщенный, его ставишь в кольцо и на этом деле сводишь. Сейчас производители стали переводить деки на сенсорное управление, убирая привычные кнопки. За этим будущее? Не знаю. Но это все зависит от того, как будет развиваться технология сенсоров. Потому что, например, если взять смартфоны, да, вот эти капазитивные экраны, они очень удобны для смартфона, но когда ты работаешь в темноте, в каких-то таких условиях, то чувствовать физическую кнопку нужно. Нужно чувствовать ее, нужно чувствовать ее ход. И сенсорные экраны, неизвестно, кто там жирными пальцами до тебя по ней водил, как она сработает, проскользнет или еще что-то. Я вот, честно говоря, ну вот, например, во вторых Nexus'ах они позволяют открывать полноэкранную клавиатуру для поиска треков. Да, это нормально. У тебя не горит четко попасть в букву B в какую-то долю. Но элементы управления все-таки, я считаю, должны быть физические кнопки. Они не должны быть физические, они должны быть резиновые, чтобы не соскальзывало. У них должен быть ощутимый ход. Это вот, кстати, то, что отличало всегда пионеровские продукты. У них была очень хорошая эргономика. То есть, какой-то девайсер, ты встаешь, ты не знаешь его, но все там, где ты бы и подумал, все на своем месте. И вот эти материалы были, из которых было изготовлено, все тоже было очень правильно. И поэтому я все-таки надеюсь, что в профессиональной аппаратуре останется физическое управление и останется проводные коммуникации. Потому что вот беспроводную историю я тоже не верю. То есть, в данном случае технологии на пользу не пошли? Ну, технологии, они, как и все, они должны выполнять какую-то функцию, быть уместными. То есть, где-то это уместно, где-то неуместно. Где-то, например, на студии, где у тебя все стоит десятилетиями стационарно, тебе не нужны беспроводные технологии. Тебе гораздо надежнее все соединить проводами. Также и здесь вот, когда вот эта вся пошла история с контроллерами, диджейскими, с какими-то там игрой со смартфона по Wi-Fi, вот мне кажется, это все как-то, ну, это прикольно звучит в пресс-релизе, но когда ты думаешь, как это будет в жизнь реализовываться, изо дня в день в сложных условиях, то это уже не так интересно. В принципе, я понимаю, что у многих компаний, даже у многих клубов есть такое всегда противоречие между пресс-релизом и жизнью. Знаешь, вот, например, как очень красиво заявить в пресс-релизе, что у нас играет 150 диджеев. И спонсорам это понравится, да, всем понравится. Но если ты хоть раз был на вечеринке, ты представляешь, что 150 диджеев – это какой-то просто каша. Это каждый поставит по одному, по два трека. Это будет ни энергетики, ни атмосферы, ни какого-то волны, вообще ничего. Проще поставить двух резидентов, которые нормально вытянут всю ночь. Но в пресс-релизе, конечно, звучит красиво 150 диджеев. Каждый из которых придет свою музыку. И очень многие компании, которые делают оборудование диджейское и студийное, у них вот с года в год звучит одна и та же фраза, что мы переосмыслили диджеинг. Не надо его переосмыслить. Он сложился уже там за 30-40, не знаю, сколько лет. Вот суть диджеинга – это в нужный момент поставить нужный трек. В нужный момент убрать и поставить следующий нужный. Все. Можно, исходя из этого, делать какие-то вещи удобнее. Вот появился, появилось, железо дешевеет с каждым годом. Сделали Nexus вот с этим чудесным алгоритмом таймстретчинга. Какие-то экраны, вот, например, 900 и Nexus. У них уже фактическая кретина экран на iPhone. Там качество просто обалденное. Это да. Но вот это вот переиначивать. Я сколько помню, вот появлялись какие-то кольца на пальце, какие-то контроллеры. Но вот это чисто работа на пресс-релиз. Это, видимо, собрать каких-то денег инвесторах, я не знаю, что. Но вот все продолжают топить за эту тему. Мы переиначили диджеинг. Не надо его переиначивать с диджеингом. Все в порядке. Надо просто смотреть, что есть, и делать это удобнее шаг за шагом. Потому что вот эти мелочи, которые, может быть, не подашь красиво в пресс-релизе, они на самом деле составляют всю ежедневную, еженочную работу диджея. И именно за них ты всегда благодарен. У нас, как в Nexus есть функция, это просто мелочь. Ты нажимаешь кнопку, и он показывает шесть последних треков, которые ты загружал в карман. Ничто, по большому счету. Но когда ты стоишь, и ты до последних секунд говоришь, этот или этот, этот или этот. Это очень удобно. Может, этот попробовал, этот попробовал, третий, пятый, десятый, и вот они все перед тобой. И я говорю, в принципе, по большому счету это мелочь, об этом даже громко не заявишь рекламе. Но это настолько удобная функция каждый день. И вот когда играешь не на Nexus, ты думаешь, да черт возьми, а что мешало вот здесь вот сделать? Окей. Тогда следующий вопрос. Недавно, благодаря одному из наших президентов, который работает с нами в Global Dance, Ване Рудаку, я попробовала себя в качестве диджея. И поняла, что главный атрибут диджея это наушники. Вот расскажи про свои. Просто вот настолько Ваня переживал за свои наушники, что не дай бог я что-то с ними сделаю. То есть на самом деле диджеи настолько трепетно относятся. Да нет, это зависит от человека, но наушники, конечно, это очень важный аксессуар. У меня Sennheiser HD 25 старые, не вторые, а первые еще 600-омные. Я довольно долго их искал, высокоомные, потому что, во-первых, они не дают такой громкости, чтобы это как-то на слух влияло губительно. Во-вторых, у них гораздо больше запас от сожжения. Потому что до этого у меня было несколько пар техниксов, и они сгорали в момент. Вот, и в общем, ну да, без них никуда надо беречь. Но я, честно говоря, не знаю, ты меня поставил в ступор этим вопросом, что у него прям фетиш какой-то наушники. Может он заказал все какие-то эти внутриушные, которые делаются по индивидуальному слепку. А, нет, раз он тебе дал в них играть, значит у него обычный. Не знаю, ну, это важно, но я не молюсь. Я очень рад, что я их купил 10 лет назад, и 10 лет с ними ничего не происходит. 10 лет работаешь с ними наушники? Да, и это резиденство по 40 часов в неделю, и гастроли, и перелеты. Ну, классно, я очень рад, что можно сказать. Бывали ли форс-мажоры в клубах? Ну, допустим, с тем же оборудованием, да? Слушай, форс-мажоры всегда с людьми. Оборудование, оно работает. Просто весь вопрос в том, как люди с ним обращаются. И оборудование-то, у него запас прочности очень большой. В этом плане, опять же, тут не придерешься. Люди понимают, для каких условий они делают аппаратуру. И если это не спаленная модель, а клубная, то там все в порядке. Ситуации такие, что ты играешь, 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 а вдруг все гасит. Были когда-нибудь? Ну, были, когда кто-то зацепил на щитке электричество. Сами по себе они... Ну, я говорю, вот у меня был последний раз прям беда-беда с аппаратом. Это я играл в Симферополе. И там просто у Nexus не работала почти ни одна кнопка. Ну, половина как ни его не работала. Мне приходилось хитрым способом через лупы как раз запускать треки, потому что обычные кнопки не работали. И когда я спросил, что они такое выставили, они сказали, что ты просил Nexus в райдере. У нас есть 900-ый рабочий, но ты хотел Nexus, и вот тебе, мол, Nexus. Но я говорю, это опять же, это форс-мажор с людьми, не с аппаратурой. С аппаратурой бывает на линке, поскольку вот это сетевое соединение, оно не проектировалось для работы вот в таких условиях громкости, вибрации. Это чисто офисная история. То они от вибрации немножко расшатываются и выходят. Поэтому каждый раз, когда встаешь, лучше вот этот провод туда подправить. Насколько я знаю, на больших мероприятиях линк вообще не ставят. То есть там все приезжают с зеркальными флешками, тублированными, потому что там такой уровень звука и вибраций, что никто не берет на себя просто риск. Но это за границей, не знаю, как у нас, наверное, я думаю, так же. Ну да, вот я, допустим, работаю с техрайдерами наших артистов, в том числе с твоим, и очень часто я вижу, что вот такое-то оборудование, допустим, там тысячники и обязательно залинкованные. Что значит залинкованные? Ну, тысячники они не линкуются. Залинкованные – это ты можешь вставить одну флешку в один проигрыватель и с нее играть на двух. И вот по этому сетевому, ну вот как обычная компьютерная сеть, они подключаются друг с другом, или можно линковать через пульты, например. И получается, что у тебя очень удобно, ты составляешь себе один плейлист, играешь его со всех устройств, ты видишь, у тебя отмечаются отыгранные треки сразу. Ну, это очень удобно, я говорю, но на больших мероприятиях предпочитаю такое не ставить, потому что из-за вибраций может выпасть все, остановится, и будет больше беды, чем удовольствие. У пионеров есть мониторы? 5, 6, 8, правильно? Ну да, есть. Использовал ли ты когда-нибудь? Нет, пионеровские не доводилось. Я помню их акустику домашнюю, Hi-Fi, ну там все в порядке. Именно студийные мониторы, по-моему, нет. Ну, если я могу ошибаться, но, по-моему, они не так давно запустили эту студийную линейку мониторов, и поэтому как-то она просто еще, возможно, не настолько распространена, чтобы я их где-то успел застать. Ну и давай последний вопрос. Есть ли куда развиваться DJ-оборудование? Или Nexus 1, они идеальные? Нет, есть, конечно, всегда есть. Просто я говорю, что, наверное, если будет развитие идти от потребностей диджеев, а не от желания написать красивый пресс-релиз, то будет немножко другой путь. Ну, опять же, я говорю, кому-кому пионеру претензии предъявлять глупо, потому что фактически это единственная фирма, производящая диджеевское оборудование. Это самая сильная фирма. Ну, она фактически единственная, потому что, если взять вот эти пульты Allin Heat, ты знаешь, это вот есть люди, которые любят чувствовать себя не такими, как все. У них считается более чистый звук, но это, знаешь, то же самое, что у тебя будет машина с более чистым выхлопом, но с педалями в бардачке. И я не знаю, то ли вот вся эргономика у пионера, она так запатентована, что никто не может делать так же, но вот у них все находится не там, где ты мог бы подумать. И поэтому, какой бы там ни был чистый звук, в конце концов, вот это вот прыгание там, знаешь, с рулем в багажнике, ты думаешь, да ну его к черту, это Allin Heat. Но они продолжают упорно делать вот эти вот странные пульты. И есть люди, которые действительно вот им нравятся там, не знаю, чувствуют себя не как все, и они пишут ради Allin Heat. Ну, есть эндорсеры, конечно, такими там типа, не знаю, Карла Хокса, может, или кого-то больших диджеев, которые просто получают за это спонсорские деньги, им приходится играть на этом. Но есть те, кто считает, что это для своего удовольствия доделать. Но по сути, по большому счету, вот я играю 18 лет, пионер, единственная фирма. Вот была фирма Technics, которая делала виниловые проигрыватели, все остальное это пионер. Были там какое-то время Vestor сделали какие-то пульты для скрэйчеров, не знаю, я к этим не относился никогда к скрэйчерам, может быть, действительно они были хороши, но опять же, когда вышли пионеры с короткими фейдерами, то и здесь стало все в порядке. А так, по большому счету, по-хорошему. Ну вот из этой виртуальной истории, наверное, Native Instruments с трактором, они пока что в Serato, может быть. Но вот из физических объектов, конечно, пионеры единственная фирма по большому счету. Спасибо, Ваня. Я думаю, что мы закончили. Мы перебрались к оборудованию пионер, и сейчас Ваня даст краткую характеристику по комплектам. А вот, на самом деле, на данный момент идеальный комплект. Четыре Nexus-проигрывателя, один 2000-й проигрыватель пульт. Но вот пульт мне 2000-й нравится, это моя самая любимая. Но мнение делится. Кто-то любит 900-й, кто-то любит 2000-й. Мне нравятся они. Широкие, все как-то у них расположено, удобно. Единственное, фильтр. Вот у них фильтр более качественный, чем на 900-х, но менее удобный. У него больше ход, им так не покрутишь резко, как на 900-х. Но это дело вкуса. Пока не приехали вторые Nexus-ы, вот это, считай, идеальный комплект на сегодняшний день. Все залинковано, да. Вот про мелочи, которые я говорил. Вот, например, настройки. Вот у меня стоит флешка, они залинкованы. Я просто загружаю настройки. Вот там поменялась яркость. Я не люблю, когда джок подсвечивается. То есть ты приходишь в клуб, там, кто бы до тебя какой, я не знаю, слепой, не играл. Ты просто вставил флешку, загрузил настройки, которые ты можешь дома себе в рекордбоксе сделать, забить их на флешку раз и навсегда. Это только Nexus. Потому что на всех остальных приходишь на обычные двухтысячные и начинаешь так, Quantize отключить, это подключить, яркость убрать, то прибрать. Здесь вот, ну, я говорю, вот такие вот именно мелочи ежедневные, они продуманы. И, как правило, ими и пользуешься больше всего. Пока мы готовились к съемке, ты мне рассказывал, что тебе вот не нравится непосредственно... Нет, он мне очень нравится. Просто вся проблема в том, что из-за стоимости высокое оборудование, скорость проникновения хороших моделей, она, как правило, не очень высокая. И, на мой личный взгляд, вот этот вот Jog, это очень сложное устройство, оно сильно очень добавляет стоимости всей конструкции. Или CD-привод. Ну, никто сейчас не играет на дисках, уже много лет не видел. И если выпустить модель с такими же мозгами, с таким же интерфейсом, но, допустим, без Jog, без CD-привода, то она будет долларов 300-400 стоит. То есть это будет в разы дешевле. И многие клубы в регионах или просто очень экономные ребята смогут ставить нормальные модели, потому что они покупают всякие 850-е, 350-е, просто потому что они жмут денег. Ну, или там в редких случаях действительно не могут себе позволить что-то попыличить, но, как правило, жмут. И там беда в том, что у них хуже звук, у них хуже алгоритма, у них ты ничего не видишь на экране, то есть у тебя там показывают одну строчку. Они даже 850-е даже не линкуются. И я говорю, вот в этом проблема, что если делать модель вот с такой же начинкой, но без каких-то вот этих излишеств, типа того же Jog, или Jog можно продавать для скретчеров отдельным устройством, подключать просто кому-то нужен, кому-то не нужен. И вот привод, например, CD. И тогда получится, что в гораздо большем количестве клубов будет стоять нормальный аппарат, который будет нормально звучать, на котором можно будет нормально работать. Это не от того, что мне конкретно не нравится именно Jog. А, Вань, вот расскажи мне, пожалуйста, что такое Dekki? Dekki, вот они, Dekki. А есть ли смысл ставить 4 таких аппарата в клубе или достаточно двух? Слушай, ну, кому как. То есть у кого-то действительно сделан перформанс на всех четырех, на трех. Можно играть со всех четырех. Да, можно играть одновременно, их можно синхронизировать. Ну, кто-то это делает, потому что не умеет сводить, кто-то это делает, потому что у него настолько насыщенная техническая программа, что какие-то вещи действительно нужно подгонять автоматически. Мне удобнее, когда хотя бы 3-4. Мне это не жизненно необходимо, я могу сыграть на двух, но на трех-четырех, конечно, можно какие-то лупы подбрасывать. Можно, да просто выбрал, не знаю, один трек играет, выбрал три возможных, сразу запихнул. Что-то там, что-то играет вдвоем, подводит что-то третье. Ну, это дает больше возможностей. Я еще раз говорю, лично для меня это не жизненно необходимо, но когда это есть, это всегда приятно, это всегда получается что-то более интересное. А есть люди, которым действительно это необходимо. Вань, опять-таки, я в технике вообще просто полный ноль. Расскажи мне, что вот это? Это эффект процессора. Это внешне, если тебе не хватает эффектов, встроенных в пульт, то можно баловаться этими. Но как-то я никогда с ними не связывался. По каким-то причинам, не знаю. Ну, мне не было интересно, скажем так. Я, в принципе, считаю, что есть люди, ну вот есть, например, там, не знаю, какой-нибудь Джеймс Забиело, для которого это как спорт. То есть он чем больше понапихает всяких эффектов и так далее, но это его тема. Я все-таки играю треки и работают они. И поэтому есть функционал какой-то у эффектов, когда, допустим, мертвая дырка и в ней что-то там мелькает. Да, нужно поставить эхо, чтобы как-то эту пустоту забивало. Но в целом я все-таки считаю, что перегружать выступление эффектами не стоит. Это, знаешь, есть такой вот, не в обиду всем будет сказано, бывает, когда почему-то, я не знаю почему, но диджеи, когда из регионов приезжают выступать в Москву или в Питер, вот им некоторым так хочется себя показать, вот он поставит все треки сразу, все там 800 за раз, он все эффекты включит, какие только можно. И вот, ну не знаю, почему-то я вот у них это заметил у некоторых, что они хотят как можно больше себя показать, но не стоит. Нужен тот эффект, который нужен в том объеме, в котором нужен, не больше, не меньше. И лучше, наверное, даже меньше, чем больше. То есть вот мы правильно, мы с тобой сегодня уже этот момент обсуждали по поводу технологии. Вот это вот, в принципе, то идеальный комплект для ночного клуба. Ну, на данный момент, да. Да даже, даже на самом деле вот так вот было бы вполне достаточно. У большинства даже и на это не хватает смелости, скажем так. А что же там стоит, когда если не хватает смелости? Слушай, ну там стоит какой-нибудь пультик, ну дай бог 900, тоже неплохо. Там стоят, ну в лучшем случае 2000-е обычные, не Nexus'ы, а то и совсем какая-то уже там прям непотребченная 900 и все. Ну вот то, что нужно, опять же, ребенку ставить в спальне, когда он делает первые шаги, когда он пытается понять, хочет он быть диджеем вообще или нет. То есть это аппараты не для работы. Вот это аппарат для работы, то аппарат для там домашнего обучения, экспериментов каких-то, я не знаю чего. Ну в школьных дискотек, наверное, может и так. Но у нас, понимаешь, еще, я думаю, что может нет этой культуры или чего-то. То есть у нас люди уже понимают, что повару нужно острые ножи поставить там, сковородки, которые не пригорают. Но диджею еще считается, что ты же диджей, ты должен уметь играть на всем. Конечно, я умею играть на всем. Я умею с 90-х годов на таком играть, что не снилось. Но и повар хороший он там и ржавым ножом и там на плохой сковородке сделает. Но вместо того, чтобы делать это быстро и как-то подавать с душой, он будет бороться с ножами и сковородками. Так же и здесь. Вместо того, чтобы посмотреть за публикой и взаимодействовать с ними психологически, ты борешься с техническими проблемами. Да, звучать будет так же, в принципе, более-менее. Но весь вопрос в том, для чего вообще все это задумывается. Все это задумывается для атмосферы. Естественно. А вот такой вопрос к тебе спиной можно сказать? Вот еще какой-то аппарат, который не подключил нас. Это такой комбайн. И вот здесь, кстати, сделано уже такой шаг вперед, потому что нету CD-приводов. Он играет с флешек и, я так понимаю, он может подгружать музыку с рекордбокса с компьютера. Вот. Здесь вот две деки и пульт. И поскольку дек две канала четыре, то есть можно еще два внешних устройства подключить, там вот эти, например, деки. То есть это более усовершенствованная модель, да? Нет. Нет? Нет. Это менее усовершенствованная модель, но сдается мне, что он, наверное, стоит один, как вот этот. Ну, тут я не совсем готовлю. Видишь, у него экрана даже нету. Угу. То есть... А, нет. Это значит не отдельно. Это значит контроллер, получается. А, вот это есть вот самый контроллер? Да, да. Есть, потому что такой же из RX-серии с экраном. Вот он играет отдельно. То есть у него как две деки отдельных и отдельный пульт. А это контроллер, получается. Угу. Вот я теперь видела, что такое контроллер. Да. Ну, на него вешаются, получается, программные функции. То есть внутри программы стоит микшер. Он вешается на фейдер. Это все дает сигнал. И, соответственно, вот этими деками управляешь тем, что у тебя происходит в компьютере. Ну, это, скажем, такой, не знаю как, королевский контроллер. Потому что в большинстве своем, опять же, их покупают из-за дешевестной доступности. И они похуже, попроще. Но я говорю, что вот я всегда считал, что контроллеры, они такие, это домашний прибор для каких-то там обучеков. А, то есть некоторые клубы ставят не на такое оборудование, а вот такой контроллер? Нет, это такой контроллер не поставишь. Я говорю, поскольку он не работает в режиме отдельном, то это значит нужно, чтобы все диджи обязательно были с ноутбуками. То есть к нему еще нужен компьютер. И если я приеду с флешками, то я на нем не смогу сыграть, потому что у него даже нет входа для флешек. То есть он все берет с ноутбука. А вот эти вот они универсальные. Там кто бы с чем не приехал, он может играть. Тут включаются ноутбуки и флешки. Да, включая и ноутбуки. На Nexus'ах можно даже iPhone подключить и играть музыку с iPhone'ом. Есть мобильный Rekordbox приложение. Ну это конечно так немножко как это чесать правой рукой левое плечо. Но тем не менее это возможно. У меня бывали такие случаи, когда мне нужно было срочно прям купить какой-то трек в iTunes'е и сыграть. И я это делал, подключал к Nexus'у iPhone и играл. Публика как-то понимала качество? Это отличалось? Публика вообще мало что понимает, как правило. Ну вот из таких мелочей. То есть если есть человек, который способен сделать это незаметно, и есть аппарат, который позволяет это сделать, то публика ничего не поймет. Но если конечно кто-то не будет нависать вот так вот на диджейка и смотреть. А, ты iPhone подключен. Такие тоже бывают, да? К сожалению, да. Но опять же у нас как-то не принято делать вот эту вот зону отчуждения перед диджеем. У нас считается, что чем больше тут стоит стаканов, женских сумок, там еще чего-то, тем это как бы ты ближе к народу получаешься. Я согласен, некая близость к танцполу, да, она лучше, чем когда ты где-то наверху, там не пойми где. Но все-таки должны быть какие-то рамки. Ваня, ты много гастролируешь, и вот есть вот какой-то клуб, который тебе запомнился вот прям вот оборудованием, что вау, в каком городе и что это за заведение? Ну вот буквально недавно заезжал в гости в Aikon. Вот у них стоит четыре Nexus платиновых. Платиновые, да? И обычный Nexus еще третьим стоит на подмоге. А вот у младшей брата Aikon в Волгограде как там по оборудованию? Не помню. Может быть у тебя есть какие-то характеристики, что-то хотелось бы добавить? Да нет. Все, не забыла никакой вопрос больше. Нет, не забыла никакой вопрос. Ну все тогда. Не знаю, может быть у кого-то вопросы есть? У кого вопросов нет? Ну тогда мы, получается, закончили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok